В рамках мониторинга подготовки кандидатов водителей в автошколах Республики и руководства МВД по Адыгею и представители общественности побывали в одной из автошкол в Тахтамукайском районе. Напомним, что аналогичное мероприятие недавно прошло в одной из автошкол Майкопа. Полицейские и общественники интересовались уровнем технической оснащенности учебного заведения, а также методическими приемами и наработками, которые используют преподаватели. Продолжила мероприятие экскурсия по автошколе. Гостям продемонстрировали классы для занятий по медицинской и технической подготовке. Подводя итог нынешнего мониторинга, представители общественности подчеркнули, что такие проверки будут проходить и далее, а проверяющие выработают единую систему оценки учебных заведений. Сотрудники полиции Адыгеи приняли участие в рейдах по выявлению и пресечению фактов незаконной добычи биоресурсов. Такие мероприятия проходили одновременно сразу в нескольких районах республики. Помимо участковых уполномоченных полиции, в них приняли участие представители регионального управления Росрыболовства. В ходе проверки водных объектов велась активная разъяснительная работа с рыбаками. Запретили всякий лов рыбы. Два месяца. Как на Азове, да. До информации. Но мы баннеры будем ставить, но чтобы знали просто. В ходе рейда на территории Тючешского района удалось выявить несколько фактов незаконного вылова рыбы с помощью запрещенных сетей. Также представитель регионального подразделения Росрыболовства рассказал о нововведениях, которые необходимо знать каждому рыбаку. В этом году изменились правила любительского рыболовства, в которых устанавливается с 1 апреля по 31 мая запрет на всякий лов рыбы на водных объектах республики Адыгея, даже удочками. Совместные профилактические мероприятия по выявлению фактов незаконной добычи биологических ресурсов будут проводиться в республике регулярно. На базе Адыгейского государственного университета состоялось первое в 2016 году заседание Общественного совета при МВД по Адыгее. На повестку дня были вынесены вопросы профилактики подростковой преступности и организации безопасности дорожного движения. Мероприятие прошло с участием министра внутренних дел Александра Речицкого и уполномоченного по правам ребенка в Адыгее Александра Ивашина. С информацией о результатах профилактической операции школа выступил полковник полиции Андрей Федосеев. Он подчеркнул, что подобные мероприятия проводятся в ведомстве регулярно. Глава МВД по Адыгее подчеркнул, что профилактическая работа с несовершеннолетними в ведомстве строится при активной поддержке общественности. Спланировали одно из предложений провести аттестацию преподавательского состава. Вот эта идея, собственно говоря, имеет, на мой взгляд, и рациональное зерно. Поблагодарил руководство и сотрудников МВД омбудсмен Александр Ивашин. Здесь же было подписано соглашение о сотрудничестве по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Затем о деятельности рабочей группы по контролю и мониторингу безопасности дорожного движения общественного совета при МВД по Адыгее рассказала ее руководитель Светлана Дорошенко. В период с мая 2015 года по марш 2016 года посредством интерактивной народной карты сайта дороги без проблем.рф жители республики Адыгее направили туда 8 обращений. В итоге заседания участники согласились с тем, что необходимо более активно привлекать к работе по этим темам общественные советы при территориальных ОВД на районе.